в сети добрый добрый день дорогие друзья значит сегодня у нас урок тары лейлу нишама борух бен авраам значит мой папа у него йорцать и вот я видел писали что один солдат находится в очень тяжелом состоянии значит вот значит чтобы было маос бен варда двора маос сын варды двора чтобы ему было рифа шлема чтобы вся сила от нашего урока чтобы помогла ему выздороветь выйти из его состояния и чтобы он выздоровел все но я смотрю что в два часа людей мало значит все привыкли в 10 будем продолжать в 10 проводить уроки но сегодня значит шавуатов всем прекрасной недели и сегодня на 118 урок тары и так говорит нам раф шалом арош здесь он говорит друзья сейчас вам дам урок билет в рай прямо так и говорит я вам создам билет в рай и нам объясняет что смотрите уже мы почти всю книгу прошли сад благодарности почти мы всю книгу прочли и он говорит что но большинство людей все равно не верят насколько просто можно можно обрести личное спасение с помощью благодарности и благодарения и он говорит но есть еще более мощное средство это уже следующий уровень он говорит это следующее средство это билет в рай он говорит что это за билет в рай это книгу написал бездэяр на опуште леса и он говорит что если уединенного молитву совершать по часу в день на протяжении своей жизни можно достичь полного избавления и это тогда входной билет в рай в этом мире и он говорит я как-то одному человеку пообещал что вот если ты будешь час день ходить в лес и молиться там лесу что значит уединенная молитва она как раз и есть благодарность 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 разговор со всевышним в именно как один на один в уединенном месте где ты все рассказываешь что у тебя есть что происходит за все благодаришь спрашиваешь совета беседа такая уединенная молитва со всевышним он говорит тот кто так делает это билет в рай он говорит а если больше часа позавидуют даже сами сами обитатели рая будут ему завидовать если кто-то делает это больше часа значит ну давайте посмотрим как это работает как это работает значит я как-то пробовал делать эту уединенную молитву но я начинал с 10 минут в день я думаю буду на 10 минут день выходить в лесок вот рядом у меня лес буду выходить и благодарить свыше только на природе сяду себе на камешек буду смотреть на травку на деревья на цветочки служат птичек и говорить со всевышним как советую травшего маруш думаю начну 10 минут чтобы не перенапрягаться пока туда дойду пока обратно все в общем где-то может быть я не помню сколько две-три недели может быть я ходил потом что-то изменилось я перестал действительно действительно 10 минут конечно без телефона обязательно без телефона это одно сто процентов могу так сказать что я сейчас просто со стороны как бы пытаюсь понять как это работает почему это именно билет в рай человек живет в обычный человек он живет он его голова полна забот какие-то заботы какие-то сложности какие-то там цели проблемы и так далее вот значит ему говорят смотри выходи на час в лес на природу и благодари всевышнего у тебя будет билет и ты как будешь чувствовать себя как в раю обычный человек говорит да я не могу ну как я занят я не могу то есть мне кажется что вот этот вот час в лесу разговор со всевышним да он показывает духовный уровень часть человека не то чтобы он этот час делает человека что-то какое-то чудо с ним делает если он показывает конкретно твой уровень насколько ты в данный момент своей жизни открыт для того чтобы соединиться со всевышним или ты весь погружен в какую-то трясину материального мира и ты весь повязан ей то есть ты на самом-то деле ты не ей повязан чем человек повязан все обязательства человека у него в голове все проблемы человека у него в голове все цели человека у него в голове все все правила человека принципы человека то есть чек повязан своей системой мышления И говорит ему Рав Шаломаруш, во-первых, просто поменяй фокус того, чего тебе не хватает, на то, что у тебя есть. Это убери нытье и переведи на благодарность. Ну, это как бы логично. То есть, когда ты смотришь на окружающий мир, нелогично все время искать пятна и ложь и дегтя. Кому ты делаешь лучше? Еще и жаловаться и все. Нет, находи хорошее, радуйся, благодари, кайфуй, пользуйся, у тебя другой жизни-то нет, нет другого момента. Почтусь время недоволен. Это логично. Но дойти до такого момента, что ты можешь выделить час времени и не бежать куда-то за своими там иллюзиями, идеями, а просто спокойно на природе, никуда не спеша разговаривать со Всевышним и благодарить Его. Мне кажется, это такой уровень уже высочайшей спокойствия и такой высочайший уровень вообще, что человек, который может это делать, он уже на какой-то очень высокой ступени. Вот он говорит, что это билет в рай. Если ты каждый день передаешься у дневной молитве, значит, ты стремишься приблизиться ко мне. Это как бы Бог так говорит человеку. Ведь ты пытаешься обратиться к совершенному раскаянию по часу в день. Если так, это как бы отношение Бога к такому человеку, я уже не буду судить тебя наверху. Мне достаточно, что ты судишь себя сам. Ведь вся цель суда в пробуждении человека от сна. Но если человек сам пробуждается, Всевышний терпеливо ждет его. То есть, почему у человека есть проблемы, да? Можно сказать так, что Всевышний человеку, вот если все хорошо, да, очень мало людей, они от хорошо начинают благодарить Всевышнего. Хорошо они ищут, что у них нехорошо, и все равно сосредоточены на этом. Но если бы люди, они действительно были полностью сосредоточены на том, что хорошо у тебя, да, то есть ты благодарен Всевышнему. Тебе не надо тогда делать много лишних движений. Вот, например, я практически никуда там не хожу, да, почему? Мне дома хорошо, мне реально хорошо, мне очень прекрасно дома с собой. Потом я, если выхожу куда-то, все равно мне, ну, понятное дело, что мне еще лучше. Но раньше я все время должен был куда-то бежать, потому что человек, которому плохо, он ищет вовне, что что-то вовне должно мне изменить мое состояние. И он куда-то бежит там за какими-то зрелищами, за какими-то там, я не знаю, ищет что-то. Постоянно он что-то ищет, но все это потому, что ему плохо внутри с собой. Человек, которому хорошо внутри с собой, он не будет бегать там, все время искать что-то, да? Но, когда ему внутри с собой хорошо, и он благодарит за это Всевышнего, и он понимает в этот момент, что у каждого из нас есть какой-то в этом мире талант, который требует своей реализации. То есть, находится тогда человек слышит себя, он находит что-то, что для него действительно реально важно. И он начинает этим реально для себя важным, он начинает заниматься, принося пользу людям, что в принципе называется на языке современной психологии, что он нашел свое предназначение, реализовал свое предназначение, вот все ищут, а где мое предназначение, и ищут, ориентируясь на то, что им будет легко. А это не показатель, что это твое предназначение. Показатель твоего предназначения, что тебе даже когда тяжело, тебе нравится этим заниматься. То есть, ты кайфуешь от того, что ты этим занимаешься, неважно, тебе тяжело, не тяжело. И это и называется заниматься своим предназначением. Дальше он говорит, ну хорошо, если ты двигаешься в сторону Всевышнего, ты поднялся на уровень час, день, ты можешь на природе разговаривать со Всевышним, то это называется смягчать приговоры. Если человек избавляется от небесных приговоров, то есть уже на небе ничего на него плохого не идет, то значит он видит, что все к лучшему, все милосердие, даже когда у него неполный успех. Теперь он говорит, но если у тебя смягчатся на небе все приговоры, это не значит, что у тебя 100% все будет получаться, да? Вот у меня сейчас один мой товарищ, он мне, значит, рассказал. Говорит, я как начал по твоему совету благодарить, у меня, говорит, первый раз за год, у меня месяц прошел, я весь месяц улыбался. Он говорит, весь месяц я улыбался, никакой депрессии, все у меня, все, мне нравится, спасибо, значит, улыбался. И он мне, сегодня вот я с ним сейчас разговаривал, он мне говорит, а потом-то у меня такая вдруг сейчас неприятность произошла, ну финансовая потеря, там, то все, не хочу, говорит, суть рассказывать, но сильно меня шарахнуло, и что? Я ему говорю, смотри, то, что ты месяц скайфовал, а до этого годы у тебя же ситуация в этом месяце не изменилась, ты просто в этот месяц решил обращать внимание на то, что тебе Всевышний дает. Но до этого ты же не обращал внимания, поэтому тебе было раньше плохо, сейчас тебе месяц был хорошо, и сейчас у тебя какая-то произошла ситуация, да? Вот тут написано, ведь если смягчатся приговоры, это не значит, что все получится. Возможно, еще будут проблемы и неудачи, но если над ним не тяготеют приговоры, он и во всех этих неудачах сможет увидеть милосердие. То есть я ему говорю, смотри, если то, что произошло, ты изменить не можешь, все равно тогда благодари Всевышнего, так мы в этой книжке учили. То есть если ты уже по-настоящему со Всевышним соединился через благодарность и любовь, то есть ты его благодаришь, ты пробуждаешь у себя любовь ко Всевышнему, и пробуждаешь его любовь к себе, и тут вдруг тебе догнала какая-то старая неприятность, за нее тоже благодари, значит, и вери, что Всевышний тебе дает что-то хорошее в итоге. В общем, посмотрим, что будет. Всевышний говорит человеку, если он будет предаваться уединенной молитве, и над ним не буду тяготеть приговоры. Но это не значит, что все в жизни пойдет гладко, без трудностей. Трудности призваны наставить человека на правильный путь. Вот так вот. То есть трудности человеку говорят. Что могут говорить человеку трудности? Первое, они могут человеку говорить, что он вообще не туда идет. Бывает, что человек реально не туда идет. И трудности ему говорят, остановись, то есть стой, ну не надо туда тебе идти. Бывает. И сколько, я могу сказать, у меня была ситуация, да, у меня была ситуация, когда-то еще я учился в спортинтернате, я шел, вечером шел, значит, было, там, встретил трех человек, два спортсмена, один такой бандит. И они говорят, мы идем пиво пить, идем. Я говорю, я не пойду. То есть я не захотел с ними идти. Они пили пиво там, потом они там познакомились с каким-то там человеком другим. Тот им начал рассказывать, что у него дома есть деньги. Они пошли, значит, с ним домой, к нему, к тому человеку. Этот бандит его зарезал, убил. И все трое сели там на очень большие сроки в тюрьму. Я думаю, слава богу, что у меня не получилось с ними идти. Слава богу, что я вот, ну, на тот момент это мне жизнь спасло, можно сказать. Да, потому что я был просто обычный спортсмен. Тоже ребята-спортсмены, спорт-интернат. Все. То есть, слава богу, спасибо Всевышнему. Иногда трудности на пути, они нас останавливают и спасают. Бывает. Бывает, что нет, что это твой путь. Ты уже знаешь, что это твой путь. И трудности на пути показывают, что ты как-то не так идешь. Что ты что-то не то делаешь. Вот я сегодня там ездил в одно место, и потом на обратном пути я заехал на Модилу Баба Сали. Такой был великий праведник Баба Сали. На Девоте его, он похоронен его Модила. Я пошел на Модилу, помолился, дал кздаку. Значит, помог, ну, помог деньги там людям. Люди просят, все. Помог, кздаку дал. И, значит, чтобы, чтобы то, что я хочу, сбылось. Но я Всевышнему говорю, я-то понимаю, что тебе виднеет, что для меня хорошо, а что нет. Поэтому, когда я прошу, чтобы оно сбылось, я прошу, чтобы было сбылось для моего добра. То есть, может быть, для моего добра, чтобы оно не сбылось. То есть, главное здесь вопрос веры, когда ты веришь. Иногда Всевышний через трудности, он пробуждает человека к вере и показывает ему, что есть какая-то проблема в его способе жизни, поведения, ну и так далее. Дальше он говорит такую вещь, что трудности признаны направить человека на правильный путь. И дальше он говорит такую вещь, что есть такая... Когда Машер Абейну пришел в Египет, и Бог ему сказал возле горящего куста, иди в Египет, выводи народ Израиля. Иди к фараону, скажи, чтобы он отпустил. Let my people go. Значит, Машер Абейну приходит, говорит, let my people go, дай моему народу идти. И это Бог сказал. А фараон рассердился и утяжелил работы, сказав, а теперь пойдите работайте, и солома вам дана не будет, а положенное число кирпичей давайте. То есть, получается, что... Представьте ситуацию. Приходит Машер Абейну, Моисей, и говорит, меня Бог прислал, что сейчас вас Бог выводит из рабства. Они говорят, ну... Начали сомневаться, он им говорит, вот показал там чудеса какие-то, все. Все, значит, хорошо. Они говорят, ну ладно, верим. Он идет в фараон, а фараон говорит, нет, никого не отпущу из рабства, еще больше их утяжеляет работу. И увидел Машер народ Израиля в большой беде, вызванной жестокостью фараона, и накрыл его скорбь. Значит, Машер было нетрудно принять самоуправление Всевышнего, но он мучился страданиями народа Израиля и усилением в нем дурного начала. И он Богу тогда сказал, прям в Торе написано, Машер Абейну обращается к Богу и говорит, для чего ты сделал такое зло этому народу? Зачем послал ты меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом. То есть отсюда он приводит Рав Шаламаруш, что когда ты начинаешь благодарить Всевышнего, ты, несомненно, с ним улучшаешь отношения. И он даже, возможно, уже сейчас на тебя идет твое спасение. Но то, как оно к тебе приходит, может выглядеть, как какая-то временная трудность, как какое-то событие, которое тебе вообще не нравится. Бог ответил Машер Абейну. Он ему говорит, «Верно, я понимаю твое сочувствие мучением народа Израиля, но у них нет веры, что даже большие трудности к лучшему. Именно этому тебе и предстоит научить еврея. В этом и состоит сущность избавления. Верить, что кажущийся судом и злом на самом деле является милосердием. В мире нет никакого зла и все к лучшему». Значит, в это следует верить. А тогда получается, ну зачем это вообще? Зачем вся вот эта вот сложная система? Тебе показывают, выглядит как зло, а ты веришь, что это добро, ты благодаришь за хорошее, отказываясь от своего в этом участия, потому что суть благодарности-то Всевышнему в чем заключается. Обычный человек, когда что-то хорошее происходит, он что говорит? Он говорит, вот я красавчик вообще. Когда что-то ему не нравится, он Богу говорит, ну что-то ты не досмотрел, что-то ты... Теперь благодарность Всевышнему, она говорит наоборот. Когда хорошо, спасибо тебе, что это хорошо, что ты дал мне удачу, спасибо тебе. А когда что-то не так, как мне нравится. Спасибо тебе за то, что ты мне указал, что я где-то ошибся. Не Бог ошибся, я ошибся. Если у меня что-то не то произошло, значит я где-то ошибся, и спасибо, что ты мне показал, где я ошибся. Теперь получается, выбор существует, когда человек не понимает, но верит. А так как вся система работает для того, чтобы дать человеку награду за выбор, а если будет это белое, это черное, это добро, это зло, что ты выбираешь? Миллиард долларов или умереть от болезни? Ну понятно, миллиард долларов и быть здоровым. То есть это не выбор. Выбор это, когда есть какая-то ситуация равная, когда тебе действительно тяжело выбрать. И вот ситуации, когда есть трудности, а ты выбираешь веру во Всевышнего, вот это как раз и есть главное. И об этом молился царь Давид, мир ему в псалмах. Он Бога просил, не скрывай лицо твое от меня. Лицо твое это милосердие Всевышнего, а затылок означает строгий суд. Царь Давид просил у Всевышнего не скрывать своего милосердия, значит, не скрывай лицо твое от меня, дай мне увидеть, что все милосердие. Это он имел в виду. И тут интересно, когда происходит какая-то неприятность, человек может подумать, что эта неприятность, она неприятность. Но проходит время, и он понимает, что это было для него хорошо. Я, например, счастлив вообще всем событиям, которые были у меня в жизни негативные. Каждая из них, оно мне что-то реально давало, куда-то меня передвигало, давало. В итоге, слава Богу, все хорошо. И я вам скажу даже такую вещь, что если вы все равно оцениваете что-то в прошлом как плохое, то нет смысла. Никакого смысла нет. Почему? Ну хорошо, например, страшное какое-то событие. Давайте возьмем, у человека есть какое-то страшное событие в прошлом, какая-то там, ну реально проблема. Не дай Бог, кого-то там изнасиловали в детстве. Значит, и как это можно сказать, что это хорошо? Это, я вам скажу так, что невозможно сказать, что это хорошо. Я согласен. Ну, мне кажется, что это невозможно, нереально сказать, что это хорошо. Но, если человек все-таки сумел принять это и для себя, как бы суметь излечиться от привязанности к этой травме и от того страдания, которое человек носит в себе, не дай Бог, да, годы, и он сумел, все-таки сумел отпустить то, что произошло, ведь его-то нет, ну, тот отрезок времени, он исчез. И в данный момент человек носит эту страшную боль, он ее носит в себе. Если человек сумел эту боль отпустить и перестать страдать, то в этот момент человек может сказать себе и о себе, что он просто сверхчеловек и что это действительно сверхсила, сверхпоступок, сверх, ну, то есть это что-то сверхмощное, да, то есть когда человек сумел пересмотреть свое прошлое и избавиться от той боли, которая у него там копилась, причем смотрите, как получается, психология современная, как психоанализ и так далее, они говорят, давай залезем в эту боль и в ней, в этой боли, типа поковыряемся. Тора нам говорит, нет, просто скажи, что все, что делал Всевышний, все к лучшему, я не понимаю, это вопрос веры, то есть ты как бы одним, одним вот этим вот как решением отрезаешь всю ту боль, то есть я верю, я не понимаю, логики у меня нету логики, и даже если залазит туда логика, я сильно сомневаюсь, что какой-то психотерапевт, какую бы логику он не использовал, какую тут можно логикой объяснить ту боль, которая была в прошлом, да, логикой тут никак не объяснишь, то есть, ну, что бы ты ни придумывал, но вера, она сильнее, чем логика, и когда человек верой своей, он каким-то образом пере, у себя внутри, в нервной системе, как хранятся все воспоминания, это набор каких-то нейрохимических импульсов, которые проходят по нейронной сети, и получается, что человек, который, который поменял свое восприятие того, что с ним происходило, в этот момент, в этот момент, он меняет то, что у него, то, что с ним происходило, он не помнит реальность, мы даже в момент взаимодействия с реальностью, мы с ней не взаимодействуем, мы все время взаимодействуем, как вот эти вот очки новые, Apple, мы все время взаимодействуем с интерпретацией реальности, которую себе, создаем у себя восприятие. Поэтому даже если сейчас мы не взаимодействуем с реальностью, а взаимодействуем со своим восприятием, то то, что было в прошлом, тем более мы храним у себя в подсознании какой-то отпечаток, который не является объективной реальностью. Этот отпечаток прошлого, он как бы закреплен в моей вере, что это было так. Теперь, если человек меняет веру и говорит все, что было к лучшему, я не понимаю как, но я знаю, что Бог, он добрый. Если бы он хотел уничтожить мир, он бы его уничтожил. Я верю, что это добро Всевышнего, то он меняет всю эту кодировку одним махом, и не надо туда лазить. Все, что было к лучшему. Все, что будет, тем более к лучшему. Потому что если то, что было к лучшему, значит то, что будет. Нет у человека то, что будет. То, что будет, это проекция того, что было и того, что в данный момент он интерпретирует. Поэтому тот, кто видит все время полупустые стаканы, у него в будущем будут точно полупустые стаканы. Тот, кто видит ложь и дегтя, будут одни у него, один деготь у него на будущее. Те, кто видят любовь и благодарность Всевышнему сегодня, чудеса Всевышнего, доброту Всевышнего, величие Всевышнего, личное проведение Всевышнего, тот, кто фокусируется на этом сегодня и вчера, он это переносит на будущее. Как царь Давид говорил, что Бог это как тень от твоей правой руки. То есть, куда ты, туда он. Как ты, так и он. Мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. И, значит, на этом сегодняшний урок 118 заканчиваем по книге «Сад благодарности». Нам осталось два урока всего. Я уже подобрал следующую книгу. Значит, следующая книга у нас будет тоже по мотивам учения Рабицы. Раби Нахмана из Бреслова. Значит, но другой, Рабид Нейрав Шаломаруш. Называется книга следующая. Это «Как быть веселым. Симха». То есть, как быть радостным, счастливым, веселым. Практические уроки по системе Раби Нахмана. Тоже интересный взгляд. Посмотрим. Сейчас месяц Адар. Задание у нас есть заповедь. Марбин Бесимха. Увеличиваем в радости. Значит, вот у нас еще полтора месяца. Месяцы 20 дней. 50 дней. Мы, значит, будем с помощью этой книги увеличивать радости. А там посмотрим. Значит, здесь сегодня говорит нам Раф Зелек Плистин. Сегодняшний урок вот такой. Тут, кстати, одну вещь я нашел. Очень глубокая мысль. Сейчас мы к ней дойдем. Называется этот урок «Как быть счастливым». Он называется «The Right Coach». Значит, правильный коуч. Правильный тренер. Он пишет такую вещь, что у нас у всех есть «Our Blind Spots». Слепые пятна. Человек видит в чужом глазу соринку, а в своем он бревно не замечает. И у нас у всех есть вот эта вот слепая зона, что мы в себе многое не замечаем. Он говорит, учитель или коуч, он может нам показать на какие-то детали, которые мы сами не замечаем. Это легко увидеть у кого-то вот эти вот поинты для роста, легче, чем увидеть у себя. Нам нужна another person. Нам нужен какой-то другой человек для того, чтобы нас вытаскивать из трясины, всяких таких негативных состояний. И, значит, we are not in touch with our best moments. Мы иногда выпадаем, и мы не находимся в контакте со своими лучшими моментами. Значит, я вот сейчас очень полюбил, у меня есть челлендж такой с 1 января, я делаю каждый день 5 минут танцую. Музыку, включаю музыку и танцую. У меня уже есть плейлист классный, когда я нахожу хорошие песни, туда вставляю. 5 минут танцую, значит, все. Оно моментально меняет состояние. То есть, танец, простой танец, но под какую-то такую музыку, чтобы вас вставляло. Теперь он говорит, человек выпадает из хорошего состояния, и он not in touch, он не в контакте со своими best moments. И мы иногда впадаем в стресс, и не видим общую картинку. И нам коуч или ты, или учитель может помочь снова увидеть все в перспективе. Он может нам напомнить о наших же внутренних ресурсах. И не важно, сколько ты знаешь. Потому что очень часто мы много знаем, но не используем это знание. И коучем твоим или учителем, может быть, кто-то, кого ты сам обучал. Значит, то есть, кто-то, кому ты сказал какую-то речь, он потом может ее же тебе вернуть. Держи открытыми свои глаза. Teachers come in many forms. Учителя, они приходят во множестве форм. Веселая Джойс, радостная персона, любой радостный человек, который, значит, радостный, может быть твоим учителем. Твоим учителем может быть и профессионал, или маленький ребенок, который радостно наслаждается жизнью. Он говорит, самое главное, это твое желание и стремление научиться, как стать более счастливым, более веселым. И ты спрашиваешь людей, кто тебя научил быть счастливым? Когда они отвечают, ты можешь дальше спросить, а какие твои есть специфические идеи, позиции, верования, инструменты, которые делают тебя счастливым? Научи. И любая, любая персона может тебе ответить. Теперь, дальше он говорит, можно учиться через видео, через книги. И, значит, можно идти к профессионалам. Главное, чтобы у тебя был keep your main focus on joy, happiness and self-mastery. Главное, чтобы у тебя было твое намерение удерживать свой фокус на том, что ты хочешь быть счастливым, ты хочешь быть счастливым, веселым и совершенствовать себя. И когда у тебя будет вот этот вот фокус и стремление и желание, как в Пертьевод мы учили, что кто мудрец? Ми хахам, анумет меколь адам. Хахам мудрец это тот, кто учится у каждого человека. И как говорил царь Давид, мудрейший из людей, меколь миламда искалки, он говорил, у каждого, кто меня обучал, научился я. Ти эдотеха сихали, потому что твое свидетельство Бог говорило через них ко мне. Он видел в каждом человеке посланца Всевышнего, которого Всевышний посылает, чтобы его обучать. А тут, так как у вас есть запрос, чтобы быть счастливым, чтобы быть благодарным, чтобы быть веселым, то Всевышний пришлет много посланцев, которые вам расскажут, как это делать. И вот я подчеркнул одну мысль, я прям поставил четыре восклицательных знака. Некоторые люди скажут, «I don't want joy», «я не хочу радость», «I just don't want to be miserable», «я не хочу быть радостным», «я просто не хочу быть несчастным». Значит, говорит нам автор этой книги, «но я никогда, не слышал, чтобы по-настоящему радостные, счастливые люди так говорили». Ирония здесь, он говорит, что намного легче человеку стать радостным, чем перестать быть несчастным. И когда ты достигаешь состояния радости или счастья, ты автоматически перестаешь быть несчастным. Но невозможно достигнуть состояния быть ненесчастным. То есть ты можешь быть или счастливым, есть множество способов, как научиться мыслить, думать, действовать, чтобы стать счастливым, но нет способа, чтобы перестать быть несчастным. То есть перестать быть несчастным, Это стремиться быть счастливым. У меня есть в моем тренинге «Мастер счастья». Там есть третий инструмент, очень удобный. Это любую проблему моментально переворачивать в цель. То есть, как только что-то случается, что вам не нравится, не позволять автоматическим мыслям описывать это как проблему, а задать себе вопрос, а что я хочу? Я хочу, что ты хочешь? То есть, перевернуть в желание и желание сделать целью. То есть, перевернуть в позитив. Любую проблему перевернуть в желание, что ты хочешь, и стараться это желание достигнуть. Дальше он говорит такую вещь. Значит, ну вот это главная мысль, что невозможно перестать быть несчастным. Можно только стать счастливым. Значит, until you find a life and breathing code. Пока ты не найдешь себе живого и дышащего коуча, тренера, надеешься, что эта книга и другие книги будут твоими учителями. И когда ты видишь книгу как своего учителя, ты будешь… you will gain more from your reading experience. Ты будешь получать больше из своего чтения. То есть, читать книги вообще я прям запрещаю. Вот развивающие книги запрещено читать. Книги развивающие можно и нужно только изучать. Прям убрать слово. Вот просто чтение таких книг развивающих, оно вообще не помогает. Нужно рассматривать книгу, прям то, что он здесь сказал, как своего учителя, как будто бы он тебе это говорит, конспектировать, заучивать. Знание – это не то, что ты прочитал. Знание – это то, что у тебя осталось в голове после того, как ты прочитал. Если ты помнишь то, что ты выучил, и ты начинаешь этим пользоваться, тогда ты действительно научился. Если ты просто прочитал и сказал, да, прикольно, он, молодец, Раби Зелик Плистин, знает, как быть счастливым. Ничего не изменилось в твоей жизни. Просто время потерял, что ты читал. О, вот это вот урок, который он мне хотел передать. Значит, запомнил, применил и получил результат. Все, всем удачи, успеха. Да, учить, что вы делаете. Дмитро, Латуха, молодец. Учить, что вы делаете. Все, всем удачи, успехов. С Божьей помощью завтра в 10.00 будет урок снова. И в 10.00 мы продолжим изучать тему счастья, радость в свете Торы, в свете еврейской иудейской традиции. Значит, иудит – это тот, кто от слова «леодот». «Леодот» – это благодарить Всевышнего, прославлять. И это главное то, что нужно делать. Это путь ко Всевышнему через любовь. С Божьей помощью научимся, будем, установим со Всевышним четкий личный контакт через любовь. И ему тогда не придется нас пробуждать через неприятности. Потому что все неприятности, они нужны только для пробуждения. Если мы будем уже пробужденные, так все, наступит тогда рай на земле. До завтра, с Божьей помощью, чтобы все у всех было хорошо. Чтобы вы увидели вначале все то хорошо, которое уже есть. И поблагодарив за него Всевышнего, присоединились к новому каналу и получили еще больше «хорошо». Вот такая технология. То есть первое, прям сто, вот сейчас сядьте и сто раз скажите спасибо Всевышнему за разные вещи. Прямо все, что вас окружает. До завтра. Спасибо вам огромное, что вы пришли на урок. Спасибо вообще, что вы приходите, учитесь. Огромное-огромное всем спасибо. Те, кто поддерживают твои икру, те, кто помогают, те, кто приходят на уроки, делятся уроками. Всем вам огромное-огромное спасибо. И спасибо Всевышнему, что удостоил делиться с вами знанием. Субтитры сделал DimaTorzok